Друзья, привет! В этом ролике расскажу вам про выбор, установку силового бампера и лебедки. С приобретением моего бампера и лебедки поучаствовало очень много моих товарищей, про которых вам тоже хочу рассказать. Поделюсь с вами полезной информацией. Досмотрите видео до конца, я думаю, вы поймете, про что я говорю. Вам приятного просмотра! Я покупал дарочку с диском и срезал. Как видите, мы кенгурятник уже срезали, зачистил место, где стояли трубы. Вот, под покраску приготовил. То есть, 4 трубы у меня выходило. Мы их все с вами срезали, все зачистили, все получилось шикарненько, просто шикарненько. Вот, и вот так вот будет выглядеть. Потому что, ну, говорю, мне с кенгурятником не нравится. Вот так более практичнее. Металл не мерил, но примерно, ну, здесь вот, два с половиной, наверное, есть. Ну, наверное, троечка, я так думаю. Здесь вот ролики поставим. Сейчас я вам переверну, покажу. Здесь вот площадка. Ну, площадка миллиметра 4, однозначно. Ну, видно, что он хороший, заводской. Видно, что он немножко где-то работал. Вот, вот так вот все выглядит. И сейчас я вам постараюсь его перевернуть. Тоже все неплохо смотрится. Я доволен, очень доволен таким бампером, что так получилось его купить. Дальнейшее у нас есть в группе Александр, который занимается пескоструем. Отдаем его на пескоструй. Полностью краску убираем. Потом покупаем краску. Думаю, в цвет машины. И покрасим его. И будем смотреть лебедку. Друзья, привет! Приехал смотреть лебедку к нашему товарищу Виктору. Покажу, какой есть ассортимент лебедок, инструмента. Пошлите посмотрим. Здорово! Да. Ну, как раз показывайте, что хотите мне предложить. Вот, короче, есть ВИЧ. Чуть-чуть он новее модель. Вот модель поскоростнее будет, чем которая у нас стоят. Смысл тот же, я думаю, и внутрянка та же. Комплектация тут хорошая, пульты чуть другие, доработанные. Соленоиды идут чуть другие, и это влагозащищенные. Проверено, можно топить, ничего не будет. Трос идет сразу синтетика. Клюс алюминий там в плав. Полный комплект. Давай ее вытащим. И размеры ее... Размеры ее небольшие, но она скоростнее, чем старые. Вот такая вот красивая лебедка. Скажу сразу, почему беру именно вот эту лебедку. Ребята пользуются этими лебедками, и Виктор торгует этими лебедками. Уже, ну, очень давно. И вот у Федана стоит уже года два. На всех покатушках постоянно вытаскиваем. По две, по три машины. И последнее время, да, мы вытаскивали. У нас оставались. Туарек вытаскивали, да. Ну, в принципе, на YouTube-канале НИВ-07 все есть. Ну, да. Кто хочет посмотреть, как она работает, можно зайти. Увидеть. По две машины зимой тянули. Работает безотказно. Еще пару слов по комплектации. Синтетический трос. Десятка. 25 метров заявлено. Ну, реально, 23-24 метра как бы вытягивать. Клюс, да, будет не так массивно смотреться, как ролики, например, с металлическим тросом. Да металлический трос вообще, честно, очень. Сугубо специфическая вещь, только для эвакуаторщиков. Такой пульт, ну, как бы редко пользуюсь я лично. Но сейчас в планах подоткнуть его и кнопку вывести прямо на панель, чтобы была. Потому что часто, когда по рации бывает, связываешься и неудобно пользоваться дистанционным пультом по метке. А так дистанционный пульт тоже в комплекте. То есть можно или этим, или этим пользоваться, да? Да, без разницы. Здесь полный комплект и по подключению. Ну, на него даже ничего удлинять не надо. Единственное, массу какую-нибудь надо будет докупить, в разрыв поставить на плюс. Почему на плюс? Потому что если массу разорвешь, он массу все равно с кузова возьмет. А плюс уже разорвал. Ну, всякое бывает там. Начала сама мотать, что-то резко нужно остановить. Просто повернул и все где-то в доступном месте. Ну, вот, в принципе, все. Метизы, в принципе, хорошего качества, нормального. Но менять даже, наверное, не стоит. Вы мне скажите, почему именно эту лебедку предлагаете? Соотношение цена-качество. То есть я себе первую лебедку, когда ставил, я себе взял подороже проток. Поставил. Вот сейчас на УАЗик уже поставил обычную скоростную. Ну, я считаю, что для себя лично не хочу переплачивать. Кто-то, кто более заморачивается. Ну, да, о ее плюсах расскажу чуть позже. А так идеальный вариант для нашего такого повседневного использования. Ну, я знаю, что федан ее разбирал, да? Да. Сказал, что полностью там металлические шестеренки. Шестерни металлические, конечно, никакого пластика. Это все надумано. Внутри сальники стоят, даже никакие резинки. Единственное, из доработок, то есть вот сейчас возьмешь, что рекомендую всем делать, раскрутить и посмотреть там по смазке, если... Ну, бывает немножко не докладывает. Добавить. Ну, как правило, последние несколько мы вскрывали ради интереса. Там вообще было. Ну, я думаю, мы разберем, да? Ну, все равно разберем, да? Да, разберем, посмотрим. По стоимости на сегодняшний момент вот эта лебедка стоит 19,500 с синтетическим тросом. Такой же вариант с остальным тросом, соответственно, только будут ролики в комплекте, а не плюс, будет стоить 17 тысяч рублей. Но это на сегодняшний день, потому что цены меняются. Доллар, очень сильно все привязано к курсу доллара. Доллар падает дешевее, доллар растет. Обычный классический винч, тоже себя хорошо зарекомендовавший. Вот Фидан такую юзает. Тоже работает, как бы никаких вопросов не возникало. Тоже в наличии с синтетикой и с стальным тросом. Как я уже говорил, стальной трос больше для эвакуаторщиков. У меня с Казахстана прям пачками их берут. Протоп. Тоже вариация на электрик винч. Единственное, чуть зазорчики поменьше, чуть люфты поменьше. Влагозащищенность повышенная. Ну и на вид как бы симпатичная. Ну и переплата там порядка 5000, наверное, дороже. Тоже бывает с остальным тросом, с синтетикой. Если в наличии только сталь, синтетику смотаем с другой. То есть, ну не проблема, всегда подберем то, что нужно. По комплектации все так же, только в комплекте уже два дистанционных пульта. Такие, немного другие. У меня такая стоит на УАЗике, на моем, на Буханке. Я занимаюсь внедорожной эвакуацией. То есть, профессионально ее юзаю. Зимой практически каждый день. Ну, тоже довольно-таки тяжелые машины. И хаммеры аж вторые, и там газоны всякие груженные. Все вывозил. Вот такой вот вариант. Это 17-тысячная лебедка. То есть, 17 тысяч либеров где-то в пересчете это 7,8 тонн. Ну, это уже такой серьезный агрегат. Какие-то тоже эвакуаторы можно на мощные поставить. Я себе планирую на УАЗик как заднюю поставить, чтобы была основная тяговая. Здесь особенность нет вот этих проводов, как на той. То есть, непосредственно блок соленоидов крепится к мотору, к лебедке, перемычками мощными, медными. То есть, минус одно слабое звено. 24-х вольтовые тоже в наличии. 17-тысячные, 12-тысячные. Ну, пользуются не таким спросом. Как бы редко берут. Тоже скорее на эвакуатор, потому что 24-х вольтовых не так много у нас. В принципе, под заказ можно и 6-тысячные, и 8-тысячные. Ну, не особо пользуются спросом, и я всем как бы рекомендую ставить 12-тысячные, если можно. Потому что это тяга на первом витке, то есть, на полностью вымотанном тросе. Если как здесь, если мы вымотаем 2 метра, то она будет тянуть, конечно, заметно меньше. Также всегда в наличии автономные подогреватели, то есть, мокрые так называемые автономки. Вот это 24 вольта, это вариант вообще для грузовиков. Ставят здесь просто вкл-выкл, защита от перегрева, ломаться нечему. Зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Такие подогреватели. Это аналоги BeBust с GSM-модулем. То есть, управление происходит как за счет использования пульта, так и с телефона. Тоже полные комплекты, и выхлопы, и заборы, и трубки. Тоже пока что нормальные. То же самое. Подогреватель 220 вольт, 1,5-2,3 киловатта. Все заводские, лунфейские. Лунфей вообще очень хорошая фирма. Все тестят. Сколько я торгую, ни одного случая, что чего-то не было. Все запечатано. По ценнику до 2000 рублей. Вообще идеально. Автономки с сухие фены. 5 киловатт, 2,5 киловатта. Это фирма Kingmoon. Это заводской Китая. Аналоги и Beepshaker. Чуть подороже, чем тоже Bushed Dot, тоже GH. Ну, куча всяких производителей. За счет чего подороже комплектующие, более качественные. То есть, насосы, свечи внутри. И сама печка, если ее взять в руки, то грамм на 300 будет тяжелее, чем более дешевые аналоги. Всем рекомендую такие. Сам ставлю. Есть варианты и подешевле. Глубо говоря, от 7,5 тысяч. Bushido, King Kong. Ну, куча всяких. Для особо ценителей в Unfei 12,5 тысяч. Тут уже и пульт немножко другой. И сама печка. Ну, опять же, в Unfei плюсы, что качество, инструкция на русском языке и так далее. У всех в комплекте пульт жидкокристаллический, на котором все ошибки, все режимы работы и пульт дистанционный. Все спрашивают по дальности, кому как повезет. Кого-то 50 метров, а у кого-то было, что и 200 метров. Вкыл и выкыл, плюс-минус. Тоже сухие фены в корпусе. Идеально для рыбаков, для туристов. То есть поставили в палатку, запитали. 12 вольт. Все по форме. Кому что нравится, кому куда поставить. То есть узкие, широкие. Бывают с четырьмя выходами, бывают с одним. Ну, кстати, у нас ребята в группе такими пользуются. Уже у нас многие купили. Как я знаю, и от бензина, и от соляра работает, да? Да, они многотопливные, что не заливаешь. 5 литров там горючего заливаешь. 5 литров, бах, да. Выхлопы выводят, забор воздуха выводят. Ноги в палатке берут. Шноркели постоянно в наличии. Ну, как бы держу на Нивы, на УАЗы, Шевики. То, что популярно. Тоже полный комплект, качество хорошее. Как-то мне один человек позвонил, раз на Озоне заказал, он у меня весь в дырочку был здесь. Сколько занимаюсь, тоже таких проблем не было. Вот этот Нивовский, на простую коробку. Ну, на простую. Наборы ключей постоянно в наличии. Комплекты выводов сапунов. Тоже держу в наличии Нивы, УАЗы. Наши машины, то, что часто берут блоки усиления. Это именно, ну, когда что-то нужно тянуть тяжелое. Вот когда, опять же, в товарах вытягивали, использовали блоки. Тоже себя хорошо зарекомендовали. Нагрузка 10 тонн, 100 водницей все мажется. Комплект из силиконовых патрубков. Ну, я извиняюсь, на любую машину можно или как, УАЗ? Ну, опять же, в наличии, на то, что берут часто, на наши направлены с Нивы, УАЗы. А так и даже и на грузовики, и на иномарки под заказ все. Также в наличии всегда по электрооборудованию АКБ болгарки, АКБ грековерты разной мощности, сабельные пилы, аккумуляторные циркулярные пилы, электроинструмент 220 вольт, бензопилы. Как бы все есть. Крюки разные, отдельно тросы для лебедок синтетические, стальные тросы, динамические стропы напрямую от производителя отечественного. Хайджеки, ну, сейчас пока только китайские остались недорогие, вот такой хайджек порядка 5 тысяч. Сантраки. Сантраки тоже хорошего качества, сами тестили, наезжаем, все гнется. Не, не лопается, да? Все отлично работает. Вот примерно такой ассортимент по поводу заказа. Телефон увидите, телефон прикреплен, звоните, все подскажу, расскажу. Вот он мой бампер силовой, уже договорились, отписка струем и покрасим порошковой краской черного цвета. Вот лебедка моя, венч 12, все, площадка подходит, крепление, все вот прям. Короче, все сходится, все по отверстиям сходится, все будет отлично. Вес, в принципе, получается небольшой. Прошло время бампер отдавать на пескострой. Вот посмотрите, как он сейчас, в каком-то состоянии. Хотя краска покрашена, здесь тоже, да, не плохая краска, завода покрашена. Сейчас отдадим на пескострой, все это уберем. Он должен быть, наверное, вот такого состояния, да? Да, реально. То есть полностью краску, ржавчину должен убрать. Заодно покажем, кто это делает и кому если нужно. Оставим номер телефона Александра, можете приехать. Там не только бампера можно от пескостроить. Диски, клапанные крышки, я не знаю, все, что хотите. Сейчас зайдем, покажу, как это делается. Вот, смотрите, только сейчас вынесли с пескостроя. Игорь, расскажи в двух словах, как это все делается. В двух словах, обработка песком под давлением, с воздухом вместе. Песок мелкий. Абразив разный бывает, да? Абразив разный, да, крупный, мелкий, и мы мелким работаем. Собственно говоря, снимает хорошо, давление высокое. А что у вас еще делается помимо? Я сказал, что диски я знаю, да, пескостроить. Детали, любые, в принципе, краска, ржавчина, все снимаем, защищаем. Ну, пошли, покажем процесс. Несли, положили бампер. Вот, смотрите, в каких условиях люди работают. Я бы сказал, очень тяжелые условия труда. Во-первых, вот эта вот мелкая пыльца. Вот этот вот самый абразив, мелкий, чем все сбивается. Люди работают в противогазах. Вот, так что сейчас будем пескостроить. Постоял, хотел поснимать давление всей мочей. Представляете, всей мочей убивает все. Ржавчину, краску, красотень. Покажу итоговый результат, конечно. И номер телефона оставлю. Кто, кому что-то нужно будет приехать там. Ну, сами слышали, диски там, я не знаю, по металлу приехать, от пескостроить телефон. Вот, указанный. Звоните ребятам, приезжайте, это находится в тепло. Смотрите, итоговая работа после пескостроя бампер. Мы его оставляли на ночь, потому что за 5 минут это не делается. Вот полностью, только сейчас забрал, продули. Вот так это все выглядит. Чем нужно быстрее теперь его покрасить, чтобы не было, если влажное помещение или где-то какая-то влага будет, естественно, он покроется ржавчиной. А так, вот так происходит. Хоть сковородки, хоть диски, любой-любой металл. Все это делается. Кому надо, что-либо, приезжайте, звоните. Вот, номер телефона оставляю. Теперь осталось покрасить. На данный момент бампер уже покрашенный. Покрашен он в черную полимерную краску. До этого мы с вами его от песка строили. Выкрашен очень качественно. Вот, посмотрите. Сделано классненько. Сейчас про ребят немножко расскажу, чем они еще занимаются. Железный Тони. Цех металлообработки с ультрасовременными станками ЧПУ для самых невыполнимых задач. Производство основано в 2019 году на территории в 1300 квадратных метров. С собственным машинным, сборочным, покрасочным и сварочным помещениями. Резка металла на лазере до 10 мм. Гибка металла до 14 мм. Лазерная очистка металла от ржавчины. Покраска порошковой краской. Сварочные работы. Сборка и монтаж конструкций. Фрезерная резка дерева и пластика. Изготовление по чертежам. Контакты железной Тони оставлю под видео в описании. Покраска. Покраска пластичная. Откры Sorry. Останавливается на ´корроте от ржавчины. Сварка и монтаж конструкций. Заводление по чертежам. Покраска. И, как видите, настал новый день. Балька, как видите, покрасена, и все готовой. Балька, как видите, покрасена, и все готово. вот александр александр привет привет вот будем устанавливать лебедку сам я ни разу не касался этого вопроса у александра очень богатый опыт так как он сам участвует в соревнованиях готовит свои разные автомобили знает толк и знает смысл чего да как поэтому обратился к нему сейчас хотим разобрать лебедку посмотреть если там смазка правильно да вот посмотрим бампер уже начали устанавливать уже усилители прикрутили вот и на данный момент сейчас разберем посмотрим добрали смазка в принципе то есть конечно но лучше добавить да да конечно мама показали вам внутренности будем добавлять сразу обслужим сразу как нужно сделаем чтобы потом не думать об этом сколько можно смазки сюда добавлять в двух словах скажи ну и сильно много нельзя вот это конечно мало она быстро как бы раскидает сейчас ее и на сухую будут работать и сильно много нельзя тоже потому что при свободной размотке очень туго будет крутиться барабан так как сказать чтобы она была да да чтобы она была завода принципе идет но мало вот именно в это что-то как-то это маловато ребят я привез бампер усиленный уже площадкой александр варит там площадке да я принципе под любую машину могу сделать площадку но если вы приедете или обратитесь к Александру по указанному номеру телефона можете приехать установить лебедку да вот видите как сразу вот обслуживаем на многих машинах можно скрыто сделать то есть подштатные не все машины позволяют но большинство можно там не ставить железный бампер сделать скрытую под родной бампер так что обращайтесь приезжайте ну и сразу совет когда покупаете любую лебедку разбирайте смотрите обслуживайте потому что завод считает для них это наверное как бы вроде смазка есть может быть и мы неправильно сделали вы напишите в комментариях может быть только ним не нужно вот но мы считаем сделали так как мы считаем дай нас после того как лебедка обслужили прикручиваем лебедку к площадке тут идут уже в комплекте болты там ставится закладные просто прижимается а потом уже лебедка с площадкой ставится на бампер это минус черный да а вот это еще за три контакта здесь плюсы постоянные и смотр-размоков этот комплект который как раз и идет да красотень благозащитная получается то есть не страшно контактом будет что будет попадать влага вот красный красный черный черный желтый желтый цепляется наша для чего штука такая ставится в комплекте который идет чтоб трос скользил по ней что год не обуглой не резал трос синтетика синтетику идет вот алюминиевый плюс скользкий трос по нему но если на обык лебедица вверх вниз по нему просто скользит а если ролики стоят это потом металлическая под металл да но есть чугунные такие плюсы они тоже под металл идут а эти алюминиевые идет под синтетика все зацепил покрепили им тюна сходится так здесь он не попал за чем установили бампер поставили мы распорки крепится к балке и вот здесь и еще боковые тоже крепится сейчас все закрепили но нюансы были немножко пришлось кое-что подогнуть доработать доработать все затягиваем провода засунули под решетку в как раз они проходят и выходит вот два провода здесь мы будем укладывать так и здесь создам и рим все примерим посмотрим но на плюс будем ставить размыкатель на данный момент он едет но в ближайшее время установим сейчас первый запуск посмотрим как это все будет работать кинули просто на аккумулятор работа работает уже хорошо то есть на пультуре все внизу да понятно ну что первые итоги есть так переключаешь и свободно разматываешь это заблокировал и уже будет работать только с пульта до еще есть другой пульт идет в комплекте то есть здесь уже проще до вперед назад вперед вот лебедочка пожалуйста вы виктора взяли переходите смотрите телефон указан заказывайте приезжайте к александру автосервис 56 оренбург степана степана разина 207 да да александр вам все поставит все подключат да да всем пока всем пока видео наконец-то мы купили коробочку купили размыкатель будем ставить вот сюда и сейчас вот итальян у него обжимки есть обжимаем полностью и у нас получится плюсовой мы будем перемыкать закрепим на воздухозаборник но уже красного провода у нас нету желтый пойдет у нас на плюс уже на аккумулятор давитали на вот и уже будет все надежно то есть размыкатель будет стоять коробочка влагозащитная влага не будет попадать поставим боком сейчас покажем как это все получится а то гидравлика вот наконечник закрепить